МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сумма крупно написана, а в других местах помельче. Знают и жильцы, на что расходуют их кровные, ТСЖ и управляющие компании. Госкомдор Республики взялся за реконструкцию автодороги Герпегеш-Кашкатау. Полотно не только отремонтируют, но и расширят. Прямо сейчас подробнее об этих и других событиях. Курорты Северного Кавказа будут строить по мексиканской схеме. Об этом в интервью газете РБК «Дейли» рассказал гендиректор КСК Алексей Невский. По его мнению, инвестиции можно привлечь только под серьезные государственные гарантии. А схема Апробира опробована в Мексике и Турции, уже доказала свою эффективность. Суть ее в следующем. Власти создают специальный фонд развития туризма, а инвесторы вкладывают в него деньги под госгарантии. Затем средства направляются компаниям, созданным под каждый отдельный проект. После реализации проектов, доли в них фонд будет предлагать частным компаниям или таким же инвесторам. По словам Невского, предложение было представлено на заседании правительственной комиссии по развитию Северокавказского округа и вице-премьеру Александру Хлопонину, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил прорабатывать эту инициативу. Напомню, объем инвестиций в строительство туркластера может превысить 600 миллиардов рублей. И к данному моменту около 10 иностранных инвесторов уже заявили о готовности участвовать в проектах КСК. Ну а как обеспечить поддержку проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества? Что делать, когда общественная организация не может самостоятельно обеспечить себя ресурсами? Именно об этом говорили на заседании круглого стола в Госкомитете КБР по делам общественных и религиозных организаций. Опытом делилась гендиректор Федерации еврейской автономии Ирина Михалева. В ходе таких круглых столов, лекций мы увидели, каких знаний при составлении грантовых проектов людям не хватает, отметила она. Почнейший эффект межнациональный, который дают такие семинары, взаимодействие. То есть в данном случае мы не только работали на образование, но мы и очень хорошо работали на гармонизацию межнациональных отношений, то, собственно, что хочет получить наше государство. Некоммерческие организации Кабардино-Банкарии готовы принять участие в разработке и продвижении проектов на получение грантов. Все понимают, что материальное стимулирование деятельности общественных объединений – немаловажный фактор, особенно учитывая весьма сложное на сегодняшний день финансовое положение национально-культурных центров. Другим темам. Фонд реформирования ЖКХ составил рейтинг самых открытых и закрытых управляющих компаний. Как оказалось, из 15 тысяч лишь треть не скрывает, на что тратятся деньги жильцов. Между тем, постановление правительства, в котором прописаны стандарты раскрытия информации, действует уже полтора года. Степень прозрачности финансовой деятельности ТСЖ у управляющих компаний выявлял наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Начало месяца для Бориса Кабалоева время получать корреспонденцию. Вместе с пенсией приходят квитанции за свет, газ, тепло, воду, квартплату и многое-многое другое. Примерно треть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги. Однако зачастую разобраться, за что именно он платит, пенсионер не может. По привычке смотрят на конечную цифру. Сумма крупная написана, а в других местах помельче. Желание жильцов узнать, на что расходуются их средства, непраздное любопытство по жилищному кодексу. И согласно постановлению правительства страны, управляющие компанией ТСЖ обязаны детально расшифровывать свою финансовую деятельность. Все бы хорошо на медаль иметь и обратную сторону, говорят управленцы. Излишнее возмущение называют, скажем, пишем мы благоустройство и санитария. Что это такое? Вопросы. Ну, объясняем это. Уборка территории, дезинфекция подвала, козьба. А что вы столько расходуете? И вот каждому объясни, и каждому раздуй. А жильцам этого дома объяснять, что такое благоустройство двора, не надо. Все видно и так. Ухоженные клумбы, украшенные беседки, чистые опрятные подъезды, везде игрушки. Словом, не двор, а сказка. Форма управления здесь. Товарищество собственников жилья. Мы ежегодно проводим общее собрание. И на общем собрании мы отчитываемся, сколько поступило от жильцов за, допустим, 2011 год. И каждая копейка, на что они потрачены, постатейно. Кому что выплачено, кто какую зарплату получает. Допустим, электросет сколько перечислено, лифтремонты столько-то перечислено. И какой, допустим, долг по всему дому на такой-то год. Кроме того, управляющие компании обязаны выставлять информацию о своей финансовой деятельности на собственных сайтах. Или же на интернет-страницах фонда содействия реформированию ЖКХ. Если этого нет, жильцы могут жаловаться в госжилинспекцию, прокуратуру или суд. На нерадевых коммунальщиков наложат штраф до 300 тысяч рублей. Жилищная инспекция сейчас вовсю занимается контрольными проверками. То есть все проверки были согласованы с прокуратурой. И занимаются проверкой именно по тому, насколько объективно и насколько расширенно управляющие компании выдают информацию о том, как у них проходит своя деятельность и куда тратятся эти деньги, которые вносят собственники. Правда, как показывает практика, как раз собственники не особо торопятся защищать свои права. Недовольство управляющими компаниями жильцы высказывают в основном на кухнях и лавочках у подъезда. И при том, что большая часть населения работы управляющих компаний недовольна, активно защищать свои права пока мало кто готов. Альберт Касаев, Асамур Захантохов, Саур Ганкулов, Вести Кабардино-Балкария. Герпегерскую дорогу, которая давно стала для автовладельцев притчей в Изыцах, отремонтируют. В этом году Госкомдор-Республики приведет в порядок около пяти километров трассы. Это участок, соединяющий Хасанью и федеральную автодорогу с проездом через Герпегеш. В настоящее время здесь уже активно идет устройство земляного полотна и искусственных сооружений. Для расширения дороги и обеспечения безопасной видимости осуществляется обрезка, корчевка деревьев и кустарников. Старое асфальтобетонное покрытие измельчают для его последующего использования в основании дорожной одежды. Предполагается также устройство трех новых и капитальный ремонт существующих водопропускных труб, а также моста через реку Хеу. Субподрядчик уже приступил к работам на первом километре участка. Здесь сейчас работает и готовят нижний слой основания и с таким расчетом, чтобы в неделю один километр дороги мы могли подготовить под асфальт. Для стабилизации асфальтобетонного покрытия мы будем применять геотекстиль, который кладется на верхний слой основания и только потом асфальт. То же самое, таким же образом мы будем делать укрепление откосов и кюветы. Закрепляются именно на тех местах, где нестабильный грунт. Самый сложный участок – среднюю часть дороги со стороны Хасани до съезда в Герпегеш отложили на следующий год. Протяженность его около 6 километров. Здесь из-за глинистого грунта, бентонита, проблема остается приостановление сдвигов и стабилизация земляного полотна. Ежегодно на этот отрезок уходит немало средств и материала, но грунтовые воды, осыпи, бентонитовые оползни буквально пожирают дорогу. Руководством Госкомдора после детального обследования объекта выработаны рекомендации по обеспечению водоотвода, технологии выполнения работ. Их специалисты должны учесть при разработке проектно-сметной документации. Ремонт же первой очереди дороги предполагается завершить в установленные сроки, то есть к концу ноября. Продолжаем выпуск. Госпрограмма «Доступная среда» работает. Правительство страны в прошлом году приняло к реализации проект, который до 2015-го будет способствовать адаптации людей с ограниченными возможностями в современном обществе. Пандусы к административным зданиям, спецуборные и лифты. Ахмеду Кишеву 7 лет. Он инвалид детства. Но благодаря программе и неравнодушию окружающих домашняя изоляция ему не грозит. Фатима Магомедова из школы, где специально для Ахмеда соорудили пандус. Самый обычный урок в обычном первом классе, в самой обычной школе. Для Ахмеда Кишева приезжать сюда в удовольствие. Но право сидеть с ним за партой давно отстояла Ирена. Как только увидела его на линейке, подошла к матери паренька, заявила, никому его не отдам. Что происходит осенью у нас, Ахмед? Дождь. Дождь капает. Он не встает, отвечая на вопросы учителя. Ахмед не ходит. Первая операция была сделана на 10-й день жизни. Спустя время вторая диагноз – спинномозговая грыжа. Медики обнадеживают и мама верит. Ее сын обязательно будет ходить. Обещают в каком плане, что надо постоянно реабилитировать. То есть массажи, стимуляция, электрофорез. Вот это все постоянно надо проходить. В остальном он веселый парень, любит мультфильмы, машины с благодарностью, принимает заботу подруги и мечтает об одном. Ходить хочу. Устанавливая липты, пандусы в местах социального пользования, мы устраняем барьеры в сознании общества, сказал Дмитрий Медведев, выступая перед Федеральным собранием в 2011-м. Целевая программа для людей с ограниченными возможностями в действии с прошлого года. Как только мы узнали, что у нас появится такой ребеночек, Кишев Ахмед, мы сделали пандус. Окончательно безбарьерной окружающую среду пока назвать сложно. Практически повсюду в России инвалид отрезан от нормальной жизни. Об этом премьер страны говорил уже на последнем заседании правительства. Альбина Захмышева так или иначе с трудностями сталкивается каждый день, но не отчаивается. Обещают корсет сделать, который называется замковыми. В общем, ножки и пояс держать. И вот с этим он по этим поручням бы ходил. Ежегодно в мире в практику здравоохранения внедряется разработка новых современных технологий. Однако кинезотерапия, что переводит с греческого означает лечение движением, по-прежнему наиболее действенный метод реабилитации. Всем необходимым материалом для физических упражнений и не только обеспечивает фонд социального страхования. Только в этом году здесь приняли 1369 детских заявок. Почти в каждой запросы сразу на несколько видов технических средств. Хороший показатель по Российской Федерации 84%. И сумма выданных изделий составляет более 10,5 миллионов рублей. Вырваться из изоляции и стать таким же, как все. Ахмеду будут помогать целым миром. К огромному набору протезно-ортофедических изделий в скором времени прибавится недостающий Альбина Дзахмышева. Оборудуют комнату своего ребенка. А мечты сбудутся. Фатима Магомедова, Аслан Карданов, Атмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. Новости культуры. Нальчик прошлым вечером принимал у себя Астраханский государственный театр оперы и балета. Он впервые выехал на большие гастроли по СКФО. По СКФО артистам уже рукоплескали в Ставрополе, Кисловодске, Сентуках, Владикавказе и Елисте. Поставить оперу сцена музыкального колледжа Северокавказского госинститута искусств не позволило. Поэтому ценителям живой классической музыки подготовили оперно-симфонический концерт. В этот вечер звучали известные произведения Чайковского, Рахманинова, Верди и Пучини, Арии из Евгения Онегина, Паяцев Фигаро и Мадам Батерфляй. В свое время театр получил прозвище Астраханский Ласкало и не случайно. Его артисты, лауреаты российских и международных конкурсов виртуозно выступают наравне с солистами мировых храмов театрального искусства в Италии, Великобритании и Франции. Напоследок о футболе. Интрига на стадионе «Спартак» завершилась в ничью. Напомню, вчера вечером красно-белые играли с аутсайдером чемпионата салютом из Белгорода, тренирует который бывший тренер нальчикского «Спартака» Сергей Ташуев. Болельщики гадали, повторится ли разгромный счет 95-го года 7-0 в пользу нальчан. Ожидания не оправдались. Все подробности у моего коллеги Беслана Суедимова. С первых же минут игры «Спартаковцы» ринулись в атаку, стараясь забить быстрый гол, но гости были готовы к такому повороту событий. Как позже признался на пресс-конференции Сергей Ташуев, в построении игры своей команды ему помогло знание тактики нальчан, сильных и слабых сторон каждого из футболистов клуба. Первый тайм прошел в обоюдных, но тщетных усилиях создать что-либо похожее на опасные моменты у ворот. О качестве игры в первые 45-минутки говорит и тот факт, что в створ ворот не было ни одного удара. При отсутствии игры взяли очко, вот и все. Установка тоже не выполнена, выпали фланги абсолютно. Защитники не поддержали тоже. В принципе, не создавая моментов, выигрывать невозможно. Второй тайм был более живым, и Салют и Спартак-Нальчик попытались обострить игру, и это отчасти удалось. У спартаковцев было несколько выходов к воротам Александра криворучком, но гола так и не было. Контратакующий футбол белгородцев Амира Бажева, Маскера, Мендозы и Мирзы Алборова лишь слегка заставил поволноваться болельщиков нальчан. В итоге нальчан 0-0. Эта игра такая была контактная, я сказал, максимальная возможность единоборств, такая борьба была мужская. Были подходы у нас, какие-то возможности для моментов были у Спартака. Я думаю, такой результат закономерный. Спартак-Нальчик с 17 очками расположился на седьмой строке турнирной таблицы. Следующая игра на выезде. 21 сентября наша команда встречается с Волгоградским ротором. Это у меня пока все. В 19 часов 40 минут мой коллега Алимхостов и я подведем итоги дня сегодняшнего, а прямо сейчас прогноз погоды. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. По данным информационного агентства Митя новости, предстоящие сутки на территории республики без осадков. Ветер восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра штутного столба. В Зольском районе малооблачные термометры покажут плюс 24. В горах ясно, у подножия бруса 17 градусов выше нуля. В Тернауде тоже солнечно, 20 тепла. В Баксане, Чигеме и Нордкале малооблачная температура в пределах 26-28 градусов. В Прохладинском и Майском районах без дождей и облаков плюс 25. Такая же погода и в Терском и Лискинском. Плюс 26-27. В Черехском районе тоже сухо, 26 градусов. В Нальчике малооблачные плюс 27. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА